Давайте на некоторых примерах Попытаемся представить себе, как выглядят ячеечные церкви, предусматривающие общее собрание Некоторые люди спрашивают, а не утратим ли мы контроль над деятельностью церкви В случае децентрализации ее служений и перенесения их в контекст ячеечных групп, которыми руководят обычные прихожане Можно ли гарантировать положительную динамику таких групп? Существует ли риск их распада, насколько здравым будет преподаваемое в этих группах учение? Что, если возникнут проблемы с лидером? Все это, безусловно, возможно И все же такого быть не должно К слову, одним из ключевых факторов, о чем я ранее уже говорил Эффективность данной модели является обучение, подготовка и контроль над служением лидеров ячеечных групп Которые, на мой взгляд, должны встречаться минимум раз в месяц Если церкви будут собираться не чаще одного-двух раз в год, то должного взаимодействия с лидерами ячеек у вас не будет Поэтому требуется проведение ежемесячных встреч лидеров, дабы не терять с ними связь С другой стороны, тем, кто занимается подготовкой и обучением, лидерам следует регулярно посещать собрания ячеек Чтобы быть в курсе того, что там происходит Таким образом, эта модель предполагает довольно выраженную систему контроля Развитие групп не должно происходить спонтанно Если работа церкви налажена правильно, то у ее руководства будет четкое представление о положении дел Второй вопрос По каким критериям отбираются лидеры групп? Ведь одного желания претендента здесь мало Надо еще и пройти обучение в той или иной форме Или, как минимум, быть назначенным на это служение руководством церкви В этом, в частности, и проявляется последовательность в управлении общиной Церкви или ячейки самостоятельно выбирают учебный план или темы для обсуждения Так, в одной общине на встречах групп принято обсуждать воскресную проповедь При этом вопросы для всех ячеек готовятся заранее Таким образом, как обсуждаемые темы, так и сама программа встречи разрабатываются и предлагаются руководством церкви уже в готовом виде Неудивительно поэтому, что в странах с авторитарным типом культуры, например, в Корее Централизованные ячеечные церкви растут и крепнут А вот если такая централизация ослабляется, если в системе недостает должного контроля и подготовки лидеров ячеек Реализация модели затрудняется И это надо учитывать, если вы заинтересованы в эффективности ее работы Однако, заметьте, основана она на подготовке и наделении людей полномочиями И по этой причине в определенной степени согласуется с апостольским подходом Ведь именно он предполагает оснащение обычных верующих всем необходимым для действий на передовой христианского служения Лидеры ячеек передают своим группам библейские знания, оказывают духовную помощь Это и есть создание условий для роста и развития новых лидеров Уникальным примером этого, ничего подобного я нигде в мире действительно раньше не встречал Так вот, уникальным примером этого служит церковь Зинас Кришчен Фэллощип в городе Колумбус, штат Агайо, США Она представляет собой совокупность взаимосвязанных домашних церквей Подчеркну, очень тесно взаимосвязанных, строго структурированных и со строгой системой контроля Возникла эта церковь еще в 70-х годах прошлого столетия в форме студенческого движения Тогда обратившиеся в христианство студенты стали собираться в домашние группы И эта форма прижилась на долгие годы В итоге сформировалась община, объединившая в себе порядка 150 домашних групп Каждая из которых могла насчитывать от 50 до 60 человек Помимо этого церковь практикует то, что называется общим обучением Проходит оно в рамках расширенных встреч, на которые в специально арендуемые по этому поводу помещения приглашается все руководство церкви В качестве преподавателей выступают образованные пасторы А в качестве студентов лидеры ячеечных групп и другие представители церкви Так обеспечивается должное обучение в церкви, имеющей форму движения Иногда отсутствие подобной практики при наличии большого количества домашних групп приводит к тому, что их лидеры не имеют должного уровня богословской подготовки Соответственно, они серьезно рискуют впасть в лжеучения и оказаться несостоятельными как руководители групп Централизованное обучение в этом случае нацелено на передачу неискаженных библейских знаний, которые через лидеров ячеек должны стать доступными для всех групп Централизованное обучение проходит в трех разных местах города Помимо этого, у данной церкви есть и большая образовательная программа для взрослых Это фотографии одного из мест проведения общих собраний Программа состоит из самых разных аспектов От занятий для новообращенных до уроков для будущих лидеров ячеек В плане образования церковь сотрудничает с семинарией Тринити, где я преподаю, которая организует дополнительное обучение по магистрской программе в области христианского служения Для своих студентов и сотрудников, а также для всех желающих представителей поместных церквей Таким образом, члены церкви, в частности, основное ее руководство, получают глубокое, серьезное образование, необходимое для служения, на базе одной из лучших семинарий мира Эта учебная программа прекрасно разработана и способствует интегрированию разрозненных домашних групп в единую систему Наряду со всем этим, в церкви организованы христианские школы, на данный момент их три А также целый ряд программ для детей, молодежи, студентов Есть миссионерское городское служение, всемирное миссионерское служение и так далее Совместными усилиями, даже несмотря на отсутствие общецерковных богослужений, поскольку это модель радикальной ячеечной церкви, которая подобных встреч не предполагает Так вот, совместными усилиями данная церковь смогла организовать все перечисленные специализированные служения, например, для молодежи Ведь в домашней группе может оказаться только один подросток, понятно, что ему необходимо общение с ровесниками, единомышленниками, которое и происходит в рамках молодежного коллектива, в который входит церковная молодежь Итак, взаимодействие домашних групп позволяет максимально реализовать все возможные плюсы С одной стороны, добиться основательного обучения и подготовки служителей в разных направлениях, а с другой, использовать широкие возможности ячейки, как небольшой христианской семьи Общая численность церкви за годы ее существования выросла примерно до 4,5 тысяч человек При этом община активно благовествует Распространение Евангелия – один из главных приоритетов церкви Вот такая уникальная форма и такое вдохновляющее служение Ничего подобного я на самом деле больше нигде не встречал Есть и ячеечные церкви, которые демонстрируют схожие черты, но все же они другие Зачем я рассказываю об этом? А для того, чтобы расширить ваши горизонты, показать, что служение может принимать самые разнообразные формы А не только те, которые вам привычны и знакомы Иногда меня спрашивают, насколько обоснованно считать воспроизводством церкви умножение ячеек, а не общецерковных собраний Другими словами, общее собрание – это когда все ячеечные группы собираются вместе для поклонения и назидания Так вот, возможно, новых таких собраний у вас не появится А вот новые группы формироваться будут На это я отвечу Да, это воспроизводство, если только ячейки действительно выполняют установленные Библией функции церкви Помните, ведь по Библии церковь – это не здание с квалифицированными священнослужителями и тому подобное Есть ли в ней апостольское назидание? Есть ли в ней молитва, христианское общение, хлебопреломление, благовестие, служение? Является ли эта поместная церковь настоящим отражением Церкви Вселенской, Церкви Христовой? И действительно ли ячейки умножаются? Иными словами, растут ли и делятся существующие группы? Таков мой вопрос Тем не менее, все это не отменяет необходимости роста и деления общецерковных собраний Во-первых, потому что благовестие не должно быть узко ограничено географически А значит, собрания, возможно, придется проводить в разных местах Во-вторых, найти достаточно вместительное помещение тоже, возможно, не всегда И в-третьих, необходимость деления может быть вызвана особенностями культуры и потребностей членов Церкви Одно дело прихожане из центра города со своей субкультурой, доходами, уровнем образования И другое — жители пригорода, у которых могут быть потребности иного рода Возможно, они не столь обеспечены и образованы, как горожане У них иные социальные нужды Поэтому общие богослужения должны организовываться с учетом этой специфики И отвечать на потребности тех, кто их посещает Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия И расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com И еще один пример Tokyo Horizon Chapel в Японии Япония считается одной из самых сложных стран в плане миссионерского служения Там очень мало христиан, и благовестие дается с большим трудом Когда несколько лет назад мне довелось побывать в этой стране И пообщаться с некоторыми лидерами Tokyo Horizon Chapel Я с восхищением слушал о том, как развивается эта община Так, за период с 1991 по 2007 годы То есть к моменту моего приезда в Японию У церкви было уже 16 дочерних церквей И это Япония, не самое благодатное место для миссионерского служения Причем численность дочерних церквей могла варьировать от 10 до 150 человек Поэтому некоторые из них вполне могли собираться по домам А вот лидеры назначались центральной материнской церковью И даже проповеди они нередко смотрели на видео Поскольку проповедники и учителя были не в каждой домашней общине Наряду с этим были там и более многочисленные дочерние церкви Относительно независимые и с относительно развитой структурой служений Любопытно, что формального членства в этой церкви нет Официальное руководство есть, а формального членства нет Люди приходят и уходят Итак, какие-то церкви собираются на дому Какие-то в своих зданиях Какие-то функционируют более локально, в пределах поселка или пригорода Другие расположены в черте города Если люди, посещающие эту церковь, но вынуждены переехать в другой город Желают основать там новую общину Им всячески в этом способствуют На первых порах новая группа может встречаться на дому, чтобы посмотреть, как пойдут дела А пастор будет поддерживать связь с основным лидерским составом На деле большая часть подобных общин организуется прихожанами, которые сменили место жительства То есть делают это не профессиональные основатели, а самые простые люди Простые люди, обладающие видением, получившие от церкви благословение, а также необходимую подготовку и полномочия Со временем такая церковь вполне может нанять себе пастора Но это не обязательно Некоторые общины обходятся просмотром видеопроповедей Надо сказать, что в Токио Хорайзен Чепл есть и своя библейская школа, в которой готовят церковных лидеров Опираясь на собственный опыт, они пришли к выводу, что пасторы, получившие традиционное семинарское образование, не всегда подходят для служения именно в этой церкви Некоторым основателям на первых порах приходилось совмещать светскую работу и служение Надо было зарабатывать на жизнь и обеспечивать себя Но они были преданы делу служения И это очень значимо, их труд никто не оплачивал, но они верно и преданно продолжали его совершать И поскольку, как я уже сказал, стало ясно, что выпускники семинарий для этого служения не всегда подходят Церковь открыла свою библейскую школу, в которой стала готовить своих лидеров Лидеров конкретно для этой общины Ну что ж, это еще одна необычная модель Возможно, те из вас, кто смотрит настоящий курс, уже организуют подобные библейские школы, ориентированные на формирование лидеров для вашей же поместной церкви С целью ее дальнейшего роста и развития Вот такие примеры ячеечной церкви, собирающейся на общее богослужение Или даже гибридной церкви, как сплава нескольких моделей, подобно церкви в Токио Я и хотел вам привести Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok